Всем привет из карантина! По забавному стечению обстоятельств, все съемочное оборудование у нас осталось в Окленде, а я в Тауранге. А просто так перемещаться между городами сейчас нельзя, потому записываемся из подручных средств. Простите меня, пожалуйста. Поговорим сегодня о том, как провести время в самоизоляции. Ну и как я сам с этим справляюсь. Нынешняя ситуация в мире резко изменила жизнь каждого. Вчера вы планировали поездку в другую страну, а сегодня вам уже нельзя выйти из собственного дома. Грустно, обидно, легко впасть в апатию и опустить руки. Но я считаю, что даже в такой ситуации нужно провести время с пользой и выйти из нее в плюсе. Может пока не финансово, но точно личностно. Особенно это относится к тем, кто временно ограничен в работе. Сразу скажу, я крайне скептичен ко всем советчикам по саморазвитию, успешному успеху и так далее. Так что пойму, если вы закидаете меня тухлыми комментариями. Тем не менее, ввиду позитивного отклика после разговоров со своими друзьями и знакомыми на эту тему, хочу просто рассказать о том, что работает для меня. Может быть, сработает для кого-то еще. В общем, если хотите получить полный курс успешной реализации себя на время карантина, покупайте мою программу «Полезный карантин» по ссылке в описании. «Ты был мне братом, Энакин!» Шучу, конечно, в жопу это все, слушаем просто так. Итак, на мой личный, субъективный взгляд, исходя из своего опыта, чтобы получить полное удовлетворение от каждого дня, нужно обязательно, ежедневно же, делать следующее. Во-первых, правильно питаться. Благо, все продукты в супермаркетах, насколько мне известно, есть. Не обязательно есть одну заморозку и полуфабрикаты. Оставьте это на то время, когда придут зомби, и вы за покупками не сможете уже просто так выйти. Про правильное питание в детали погружаться не буду, чтобы не вызвать лютое жжение у разных сторон. Сами решайте для себя. Но помните, что рациональное, сбалансированное питание невероятно важно для продуктивности всего вашего организма, ну и мозга в том числе. А поддерживать себя в тонусе важно сейчас, как никогда прежде. Может быть, как раз пришло время изучить этот вопрос, а не просто доверять своим домыслам? Мне в этом плане не повезло, так как данной темой давно и всерьез увлекается моя прекрасная жена. Самому мне пришлось бы значительно сложнее, чтобы изучить вопрос, а затем следовать нужным рецептам. Ну, что ж поделать, вот такой я везунчик. Попробовать отказаться от вредных привычек. Опять же, по возможности, но я бы рекомендовал попробовать отказаться от курения чего-либо и алкоголя. Ваше право, как гробить ваш организм, это безусловно. Но без этого всего и голова, и тело работают лучше. Правда, при условии, что с головой вы дружите в целом. Курить я и так не курю, вейпами уже переболел давно, алкоголь в больших количествах тоже не употреблял. А недавно так и вовсе отрезало. Как говорится, попробовал без него и понравилось. Чего и вам желаю. Заниматься спортом. В условиях самоизоляции мы все сталкиваемся с гиподинамией. Каждый день нужна какая-то активность. Подстраиваемся под условия, которые вас окружают. Для разнообразия каждый день это может быть что-то другое. Элементарные упражнения, примеров которых миллион на ютюбе, планочка, йога, у кого есть возможность бег на улице или велосипед, да что угодно, что заставит ваши мышцы размяться. Это очень важно делать каждый день, чтобы чувствовать тонус, а не упадок и уныние. Ежедневная двигательная активность один из важных факторов здорового образа жизни. Каюсь тут, я сам пока собой не до конца доволен. Верное время у меня были футбол, немного бег и плавание, а до кроссфит-центра, который через дорогу все никак не мог добраться, оправдывая себя большими объемами работы и занятостью. И зря. Сейчас футбола нет, так что вернуться к старому доброму велосипеду, а также бег и занятия дома. Думаю, надо бы еще подключить йогу, посмотрим. Читать. Причем не суть важно, на мой взгляд, что именно. Лишь бы вам нравилось. Художественная литература развивает фантазию, а значит и увеличивает количество нейронных связей в мозгу, развивает грамотность речи и расширяет словарный запас. Всяческая полезная литература дает повод задуматься и что-то сделать. Благо, сейчас онлайн найти можно вообще все, что угодно. Прочитайте, наконец-то, то, что давно хотели, но не находили на это времени. У меня самого времени реально немного, ввиду полного ахтунга на работе, но надо его выделять. Опять же, ради продуктивности. Рекомендую почитать Homo sapiens и Homo Deus. Как раз много актуального ввиду происходящих событий в развитии человечества. Я вот думаю, что пришла мне пора перечитать заново «Атлант расправил плечи». Мое любимое произведение, которое неизменно мотивирует меня приначить на полную вот уже почти лет 10 с момента прочтения. Кстати, поделитесь в комментариях своими планами, что вы хотите прочитать в ближайшее время. Структурировать и развивать. Это крайне полезное и важное действие. Занимаясь упорядочиванием чего-либо вокруг себя, вы прибираетесь и в своей голове. Можете начать с окружающей вас территории, затем можете перейти к работе или бизнесу. Только обязательно еще уделите время улучшению чего-либо, а не просто закидывайте носки под кровать. Ведь это вы делаете не для галочки, а для себя. В моем случае это огромная и важнейшая часть моей работы. И это именно то, что я люблю больше всего. Создавать системы, механизмы работы и улучшать процессы. Так что по большей части моя работа из этого и состоит. Созидать и творить. Опять же, по возможности в тот же день будет здорово дать волю и второй половине своего мозга. Пишите, снимайте, рисуйте, чертите, сочиняйте, музицируйте. Попробуйте что-нибудь, что дает вам радость. Экспериментируйте. В идеале, часть дня заниматься порядком, а часть вот таким вот полетом мысли. В моем случае это помогает тренировать мозг на переключение задач, чтобы уменьшить зависимость от настроения, обстановки и прочего. Раз и переключились на то, что вам нужно в данный момент. Но на то нужна тренировка мозга, практически как для мышц. Для меня работает наличие двух разносторонних задач в течение одного дня. Например, поработать над финмоделью и написать сценарий для нового видео. Для переключения можно также сделать разгон, как в прошлом пункте, начать убираться для настройки себя на порядок, а для творчества почитать что-то интересное. Может быть какую-то статью или главу книги. Либо посмотреть тематические полезные видео. Еще я все время планирую заняться написанием юмора, как когда-то в студенческие годы КВНа. Но все время не доходят руки. Ай-яй-яй мне, я считаю. Ай-яй-яй. Проводить время с семьей и близкими. Конечно, по возможности. Как бы то ни было, мы существа социальные. Нам нужно дарить и получать любовь. Поиграйте с ребенком в развивающие игры. Устройте романтику со второй половинкой. Пообщайтесь с родителями. Позвоните старым друзьям. Что бы вы ни делали, делайте это с максимальным теплом и кайфуйте от каждой минуты. Я стараюсь выбираться на прогулки с семьей. Отодвигаю порой рабочие дела специально, чтобы посвятить время близким. Надоедаю друзьям в чате и получаю от этого удовольствия, заранее выделив на это определенное количество времени. Действуйте. Как сказала моя хорошая подруга, ванильки и саморазвитие это, конечно, прекрасно, но вам нужно будет кушать и дальше. А потому думайте, планируйте, решайте, что вы будете делать дальше. Считайте, что после всей этой кутерьмы с вирусом, которая еще неизвестно, сколько продлится, вы окажетесь в совершенно новом мире. У вас есть шанс начать что-то новое, либо улучшить и модернизировать что-то старое. Решите для себя, где вы будете применимы. Прокачивайте себя. Будущее уже за углом. Вообще, вы понимаете, насколько сейчас силен царь в далеком 39 государстве. Теперь обнулись, это уже мировой тренд. И он начал его еще тогда, когда это не было мейнстримом. А ведь этому его никто не учил. Без понятия, поможет ли вам хоть что-то из того, что я сказал. Но хорошо, если да. Я считаю, что мы живем сейчас в уникальное время, когда можно построить новую жизнь и качество постройки только в ваших руках. Кайфуйте, несмотря ни на что. Всем добра. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова